Здравствуйте! Эта лекция является частью материалов SORTATE и переведена с оригинальной английской версии. Немного поговорим об исследователях и авторстве в операционных исследованиях. Сделаем это на примере протокола исследования, проведенного в Малайи. Итак, в приведенном исследовании исследователь ADH разрабатывает дизайн и пишет протокол для исследования. Дизайн Рост – это общенациональное исследование, в ходе которого будут посещены все 40 противотуберкулезных полиц по всей стране. Он работает с коллегой FG над дизайном анкеты или формы для сбора данных и решает привлечь FG к сбору данных. Вместе с протоколом они передают анкету директору программы и заместителю директора программы FMS и JK и протокол исследования получает их одобрение. Затем ADH и FG проводят исследования в течение трех месяцев, а водитель D занимается транспортом. В больницах участковые врачи-эфтезиаторы помогают на месте получать данные из туберкулезных регистров и карт лечения туберкулеза. Вернувшись на базу, FG вводит данные из бумажных носителей в Эпи-инфо и это проверяется ADH. Затем ADH и FG анализируют данные и статья уже может быть написана. Теперь важно понять, что представляет собой авторство научной статьи. У нас есть четыре условия или критерия для авторства, и они были согласованы Международным комитетом редакторов медицинских журналов. Все четыре условия должны быть выполнены, чтобы стать автором статьи. Первое условие заключается в том, что автор должен внести существенный вклад в концепцию и дизайн, или сбор данных, или анализ и интерпретацию данных. Таким образом, не обязательно делать все эти задания, а только одно или два из них. Согласно второму условию, автор должен участвовать либо в написании статьи, либо в критическом рецензировании. Третье условие. Все авторы должны дать согласие на публикацию окончательной версии. И, наконец, все должны нести ответственность за работу. Итак, давайте вернемся к нашему исследованию в Малаве. Первый черновик статьи написали ADH и FG, и они поделились им с FMS и JK, директором программы, и заместителем директора программы, которые критически рецензировали статью. Работа над документом почти завершена. Однако на данном этапе решено, что поскольку документ имеет важное политическое значение, мы должны поделиться этим с директором профилактических служб в Министерстве здравоохранения и секретарем по вопросам здравоохранения в Министерстве здравоохранения. Речь идет о высших должностных лицах Государственной службы Министерства здравоохранения. Мы спросили, хотят ли они прочитать статью и рассмотреть вопрос об авторстве, и они дали согласие по обоим пунктам. Итак, авторство ADH, FG, FMS, JK, DPH и SH, итого 6 человек. Затем нам нужно решить, кто будет первым автором, кто вторым автором и кто последним автором. Первый автор является наиболее важным и провел основную работу в научной статье. Второй автор также очень важен. Он как помощник первому автору. Последний автор тоже является важным автором. Как правило, старшим автором и получает большое доверие за то, что был последним. Итак, если мы посмотрим, кто выполнил тип работы для этого исследования, вероятно, ADH должен быть первым автором. FG должен быть вторым автором. А FMS должен быть последним автором. Поскольку FG начинает карьеру в проведении операционных исследований, возможно, мы сделаем FG первым автором, FMS вторым автором, и, возможно, ADH может пойти последним автором. Однако, важно быть честным в отношении вклада авторов. В данной таблице в первом столбце проведенная работа, а справа имена. Дизайн протокола исследования, реализация, сбор, ввод и анализ данных, написание статьи, утверждение итоговой статьи, сделанной ADH и FG. Если мы перейдем ко второму ряду и посмотрим на FMS и JK, то они одобряли исследование, они читали первую версию, и они одобряли окончательный документ. Так что фактически они соответствуют критериям авторства. Однако, когда мы смотрим вниз, то у нас есть проблема, связанная с DPH и SH. Они прочитали первый черновик и одобрили окончательный вариант. Но на самом деле, они не особо много сделали в плане исследования и дизайна, что является первым критерием авторства. Итак, должны они или не должны быть авторами в статье? На самом деле, наша ошибка в этом исследовании заключалась в том, что мы не включили DPH и SH в самом начале исследования и не попросили их согласия и одобрения протокола и концепции дизайна. В нашем случае произошло то, что мы включили их, и у нас была небольшая проблема с журналом. Но мы объяснили им, что эти люди были критически важны для принятия важных политических и практических решений, и мы нуждались в том, чтобы они были соавторами в статье, чтобы гарантировать дальнейшее внедрение и изменения. В заключении, нам нужно подумать о таких вещах. Этот пример поможет вам пересмотреть свое исследование. С самого начала, необходимо распределить роль в исследовательской группе и решить, кто войдет в состав. Назначите главного исследователя. И этот главный исследователь должен быть первым автором. Все лица, внесшие существенный вклад в работу, должны быть включены. Наша философия – всегда будьте инклюзивными. Порядок авторов важен, но разберитесь с этим в начале исследования, а не в конце написания статьи. Наконец, НПО часто собирает большие наборы данных, которые можно использовать для ответа на несколько вопросов. Причем авторство может быть разделено на несколько работ. Но, как мы говорили несколько минут назад, сделайте это в начале статьи, в начале исследовательского проекта, а не в конце. Помните, будьте инклюзивными. И если вы хотите узнать больше о том, как лица, принимающие решения, могут участвовать и быть авторами статей, предлагаем вам прочитать эти документы и переписку, которые были опубликованы в августе 2013 года. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok